всех приветствую это с нуля до программиста в этом видеоролике я надеюсь добить наше приложение до конца чтобы можно уже было всего закончить и забыть осталось тут совсем немного это добавить фильтрацию добавление текста и на удаление там и сортировку по записи поэтому приступаем может быть будет две части может быть этот видео будет последним но я тут написал немного кода давайте я теперь его прокомментирую что мы будем делать нам нужно вот в эту запись оживить каким образом то есть пять записей нужно поставить число которое будет количество записи ну я думаю понятные лайки сколько лайков делается а что нам нужно мы заходим в об gs и здесь нам нужно создать я уже забыл честно говоря что сейчас секунду а вот эти обработчики функции функции событий смотрите у нас есть вот на приложение то есть об хедов дальше идет вот этот вот панельки по моему search панал это вот этот search панал именно то есть вот этот элемент ну это и сборник независимых компонентов дальше в после стани листы листе нам нужно добавить помимо того что он дарит нам нужно добавить только он портал и лайкет что подсчитывалось и смотрите и дальше заходим в пост лист и здесь а ну и вот смотрите то есть эти обработчики функции мы записываем как он тогал сюда передается и дешник и это и дешник мы будем вводить в консоли чуть позже это проверим дальше переходим в пост лист айтам это помог где конфигурируются все записи здесь у нас есть обработал пост лист сюда мы записываем деструктурированные данные из пропсов пропсом и берем вот отсюда записываем он тогал импорт он и он тогал лайк здесь тоже самое записываем только используем тоже обработчик события так понимаю да смотрите деструктурируем используем анонимную функцию для вызова он тогал импорт ну и передаем сюда и дешник айдишник у нас берется отсюда то есть вот здесь неограниченное количество пропсов и айдишник дальше в пост лист айтами нам нужно будет сейчас и продолжу в общем а смотрите в чем идея а у нас есть состояние они у нас записаны где вот здесь вот они обработчики события это у нас это состояние то есть состояние именно в этом компоненте обратите внимание что данные состояния задаются именно в этом компоненте чтобы нам посчитать сколько записи нам нужно иметь глобальный доступ к этим компонентам то есть иметь глобальный доступ к состояниям а эти у нас состояние записаны локально это неправильно потому что мы не просто не сможем получить записи то есть вывести их отдельно вот сюда то есть в об джейсе поэтому нам нужно будет сейчас эту ситуацию исправить. Ну и теперь вот этот конструктор с пропсами и состояниями мы можем удалить, потому что у нас есть в App.js вот здесь, вот они, уже обработчики событий. То есть они уже на уровне выше. То есть они сделаны, ну можно сказать, глобально. А вот эти локальные уже не нужны on liked и on important, но их можно удалить. Ну и теперь нам надо исправить ошибку с important и like. У нас их нет, как этих переменных. Их нужно из пропсов вытащить. Они будут вытаскиваться из App.js от important и like. В общем наступил следующий день, а я все-таки сидел с этой ошибкой и мне пришлось в общем комбинировать код и выискивать в чем проблема. Я выяснил какая проблема возникает. Смотрите. У меня была проблема следующего формата. Сейчас я скопирую весь код этот и покажу. Ctrl-C это старый вариант и это новый. Скопирую, заменю и сохраню. Обновляемся. И ошибка возникает. Такого формата, что у нас нету toggle liked. Is not function. Я так и не понял в чем ошибка. Я уже просидел достаточно большое количество времени. Вот здесь все идеально написано. То есть смотрите, обратите внимание. Сейчас я верну все в исходное положение. Сохранимся. И посмотрим. То есть я сохраняю именно этот файлик. Сохраняем. То есть работает у нас toggle liked. Это у нас функция вызывается обработчик события. Вот он. On toggle liked. То есть он работает. Но старая моя версия почему-то все то же самое. Ну практически за исключением небольших. Оно не работало. Сейчас я верну. Еще раз посмотрим. Попытаемся проанализировать в чем ошибка. Кто поймет в чем ошибка, напишите. Будет интересно почитать. Вот здесь у нас все задается получается. Здесь у нас идет сам файлик. Куда записываются записи. То есть именно в этом файлике app.js настраиваются записи. То есть это у нас как будто backend. Эмуляция. Здесь у нас запись. Здесь у нас стандартный бинт идет. Для всех этих обработчиков и функций. Потом дальше max.id. Я думаю комментировать не стоит. Эта функция работает. DeleteItem. То есть удаление трэша именно от корзинки. Потом дальше это добавление. Это внизу вот эта кнопочка. Она тоже работает. А не работает именно функция onToggleLiked. Обратите внимание, это сейчас у нас не рабочий вариант. Да, стоит. Да, это не рабочий вариант стоит. Попробуем проанализировать. Работает, обратите внимание, то есть клик important. То есть у нас количество записей под счет идет. Давайте посмотрим, что у нас здесь изменяется. У нас идет postListItem. Это у нас устанавливается состояние, даты. Это где записи вот идут вот эти. То есть состояние даты это вот оно. Устанавливаем состояние, дата, записи. Оно у нас устанавливается. Дальше у нас идут эти функции. Обработчики delete, toggle important. То есть обратите внимание, with toggle important. Да, onToggleLiked. With toggle liked. Дальше переходим в postList. Посмотрим, что у нас здесь происходит. Здесь, насколько я помню, у нас просто подсчет... А, вывод элементов всех из списка, которые у нас есть. А у нас здесь, смотрите, что у нас берутся пропсы в спреде операторе. Дальше у нас работают все вот эти обработчики также. То есть вызываются анонимные функции и айдишники присваиваются. Обратите внимание, вот у нас toggle important и onToggleLiked. То есть все один в один. Elements. И давайте еще взглянем на postListItem. Здесь у нас идет подсчет. Здесь что произошло? Я уже не помню, я комментировал это или нет. У нас идет деструктуризация всех элементов пропсов и добавляются такие элементы, как onToggleImportant и onToggleLiked. И также like и important, чтобы их посчитать именно от количества зафиксировать. Кликов. Давайте посмотрим, что у нас происходит здесь у нас в коде. Здесь у нас берется класс name. Это, по-моему, я уже не помню, что. Ну, это не важно. Дальше клик. У нас вот он клик. То есть вот на эту область, когда клик происходит, у нас лейбл есть. Вот этот лейбл и клик. OnToggleLiked. И вот то же самое, только с important. То есть все один в один. Теперь перейдем обратно в app.js и взглянем, что у нас, какие изменения здесь есть. Я верну... Это у нас, по-моему, рабочий вариант, да? Стоит. А, это не рабочий вариант стоит. Запоминаем, какое у нас положение именно... То есть тут только единственная разница в том, что независимые вот эти названные компоненты, они по-другому называются. Но, мне кажется, в этом не должна быть проблема. Вот смотрите, я возвращаю. Здесь у нас идет div, класс name, app, app header. Также идет вот эта установка флексов. Search panel, post... Это вот это, search panel. И дальше, вот самый важный элемент, это post list. То есть все один в один. Обратите внимание. То есть выезд дата, вот я могу скопировать даже и показать вот этот именно фрагмент кода. Я вот тут специально его выписывал, чтобы посмотреть, проанализировать, в чем проблема. А, я неправильно сделал, кстати. Нужно было вернуть. Вот так. Нет, вот так. Короче. Секунду. Я скопировал нерабочий код и выписал вот этот рабочий код, то есть пост, именно с пост вывода. Обратите внимание, вот он выписал полностью. Давайте посмотрим. Я копирую, сохраняюсь. Смотрим изменения. Ну, тут какие-то изменения произошли. AppBlock, AppHeader. Но самый важный это вот этот элемент, то есть post list. Смотрим внимательно. У нас есть post list. Дальше, posts, posts, with state data. То есть мы устанавливаем дату. Все правильно вроде пока. Дальше смотрим. Он делит. Все то же самое. Строчка один в один. Эта строчка у нас тоже один в один. Только вот здесь, кстати, я сейчас... А, нет, нет разницы никакой. Эта строчка у нас один, кстати, не в один. Сейчас, секунду. Вы представьте, я вот только сейчас на видео нашел, в чем ошибка была. А ошибка заключалась в невнимательности кода. Я потратил, получается, вчера весь день, ну, не весь день, полдня, чтобы понять, в чем ошибка. То есть я пересматривал, всякие, смотрел в гугле ответы. Вообще ничего не подходило. Просто вот вылетала ошибка, какого формата, вот она. То есть... А, секунду, я не сохранился. Сохранимся. Вот такая... То есть нету такой функции. А как ее нету-то? Я проверял все абсолютно. Но я единственное, в чем ошибся, то есть я проверял исходные данные вот здесь. А здесь обратите внимание, здесь у нас написано on toggle like it. Еще раз продублирую, что я, в общем, сделал. Во-первых, у меня код не записался, точнее, звук не записался. Давайте еще раз поясню, в чем ошибка была. Ошибка была в том, что я использовал linked. Вот смотрите. Это я сейчас верну обратно. Тут я уже начал код писать, пока я это исправлю. И допишу его позже. Покажу, в чем проблема... Принципиальная ошибка была, еще раз объясню, в чем была проблема. Проблема была в том, что в app.js я вызывал on toggle linked. Такого обработчика просто нету. И поэтому вылетала ошибка при клике. При клике. И тут было об этом прямо написано. Type, Type Error on toggle linked. То есть нет такой функции. Но я не знал, тут уже не написано, что on linked, что в этом именно проблема. Там как раз перекидывало на том, что как бы вот здесь ошибка в чем-то заключается, нет такой функции. И это меня сбило с пути. Я просто, ну, не понимал, в чем проблема. Оказалось, все гораздо и гораздо проще. А именно в коде, в app блоке, именно где выходит итоговый рендер. Рендер нашего приложения. Вот это вот to-do list. То есть, а блок, я вроде все проверил. То есть проверил вот эти строчки кода. То есть все правильно. With state data установлено. On delete тоже все работает. On important работает. А вот эта функция, она почему-то не работает. И ошибка вылетает, ну, показывает, что код в другом, что в пост лист ошибка. А там нет никакой ошибки. То есть здесь все правильно написано. On toggle liquid, like it. То есть и когда я уже начал записывать, я увидел, что здесь у меня допущена ошибка, что здесь написано lin, ket, а не like it. Исправляю, сохраняюсь и все. И все работает. То есть видим, что important выводится, выводятся лайки. И теперь, в общем, дальше я продолжаю. Смотрите, что у нас получается. Я дописал код, вот здесь like и состояние false поставил по умолчанию. Здесь стоит important true false, здесь like false, то есть ни у кого лайков нету. А important, напомню, это значок избранное. То есть могу показать пример, вот допустим. Пишем false здесь. Сохраняемся, обновляемся, у нас изначально стоит избранное тут. Поэтому я откачу обратно все и покажу, что у нас здесь происходит. Мы будем менять состояние лайка. То есть у нас записывается состояние, берется из даты. А дата у нас состояние по умолчанию false. Вот это мы будем состояние менять и, ну, сохранять его. Смотрите, что здесь происходит. Устанавливается состояние. У нас есть вот эта стрелочная функция, в которой мы делаем новую переменную, константу, индекс. Что она делает? Она ищет элемент findIndex. Она ищет какой элемент? В дате. Ну, в дате, во-первых, элемент ищет. Нам передается по клику в айдишник, например, двойка или единичка. Допустим, нам передается двойка. То у нас эта двойка, которая вот здесь передается, ну, то есть двоечка передается, она проверяется именно вот здесь с айдишником, сравнивается, и ей присваивается автоматически вот эта запись. Что мы проверили, у нас айдишник 2, значит, это вот эта запись получается. Именно этой строчкой кода мы выясняем, именно индекс. Но обратите внимание, нам нельзя менять массив напрямую, то есть состояние массива вот этого, нельзя менять. Я не знаю, почему это так сделано, но так нельзя делать, и нужно пересоздавать новый массив и его менять. Может быть, сделано с целью безопасности. В общем, мы сохраняем нашу вот эту индекс, индекс даты, сохраняем в переменную old. Я вообще не имею понятия, почему у меня периодически картинка отваливается, звук отваливается. Наверное, я клавиши нажимаю неудачные. Теперь приступаем дальше. После old создаем new item. New item, что у нас имеется? У нас имеется вот этот оператор разворот, то есть любые значения, которые у нас здесь получены, они могут быть в огромном количестве переданы сюда, но это оператор спред. Из-за JS прохождения курса вы можете посмотреть, как он работает. А дальше мы записываем like и его инвертируем. То есть был у нас, например, like false, мы инвертируем при клике в true и записываем в новую переменную. Еще раз, то есть вот этот восклицательный знак это делает именно инвертацию, то есть не не like. Вот здесь на самом деле страшная строчка кода, которую я даже, ну, сейчас, может быть, не совсем до конца понимаю, но я примерно понимаю, что он делает. Смотрите, у нас есть старый массив, это вот old, а у нас есть старый массив, который мы разрезаем до. Например, у нас вот запись 0. Допустим, мы до нее разрезаем, это будет до. Мы меняем какую-то часть, это вот сюда записывается. Меняем эту часть, то есть нажимаем like, у нас записывается эта часть, сюда именно добавляется new item, то есть вот like именно записывается. И дальше мы приклеиваем сюда именно старую часть, то есть после вот эту часть. И таким образом данная переменная работает. То есть мы записали в массив данной переменной измененное новое состояние. То есть еще раз повторюсь, setState, это состояние, его можно менять только именно перезаписывая массив. То есть таким образом мы перезаписываем, делаем новый массив, его можно менять. А напрямую менять его нельзя. То есть допустим, записать здесь data, да, там индекс поменять и поменять значение. Такое делать нельзя. Именно нужно новый массив делать. И данный новый массив мы сделали данной техникой. То есть slice индекс используем и slice индекс плюс один. И сюда вставляем именно измененное значение, инвертированное по лайку. То есть new item. Это интересная тема, нужно будет ее сейчас самому поглубже копнуть. Давайте все-таки закончим на сегодня именно с этой частью логической, именно с ошибкой. То есть ошибку еще раз напомню. Ошибка была из-за невнимательности и было написано linked, сейчас здесь вообще написано лиликит. Ну он вроде работает. Там была ошибка какая-то. Ну linked было написано. Здесь написано like it. Like. Like. Ну ее с ошибкой написано. Вот. Была ошибка именно в написании обработчика события. Из-за этого выдавалась неправильная ошибка. Это логический фрагмент видео. Я закончу и продолжим как раз сразу с new return возвращения даты и с продолжением записи именно вот записи постов лайков, чтобы вот эта табличка у нас менялась. Так что увидимся в следующем видео. видео. До новых встреч! До новых встреч! субтитры подогнал «Симон»!